Танцевально-спортивный клуб «Реал» приглашает всех мальчиков и девочек приобщиться к искусству бального танца, как сделали это наши журналисты. Школьные новости из первых уст. Коллектив телеразиокомпании «Гимназия номер один» знает все и обо всем. В команде, иначе не скажешь, три девятиклассницы – Виктория, Валерия и Александра. Они всегда первые там, где дают старт соревнованиям или открывается музей. Обязанности в коллективе распределяют по интересам. Кто сегодня будет журналистом, а кто оператором – решают прямо перед съемкой. Я предлагаю снять опрос на тему школьного радио. Можно спросить про отношения к нему и что хотелось бы добавить. Я могу стать оператором. Я корреспондентом. Темы для сюжетов стараются выбирать только самые актуальные. Учитывают юные журналисты интересы не только учащихся, но и учителей. Правда, школьными новостями не ограничиваются, рассказывают зрителям и о том, что происходит в городе, в стране, мире. Кроме новостных блоков, девушки готовят к эфиру поздравительную программу, а совсем недавно появилась еще одна рубрика – доска объявлений. В арсенале телевизионщиц не так уж много оборудования. Работать приходится с обычной камерой и проводным микрофоном, а снимать – в свободное от учебы время. Виктория Катенева была одной из первых, кто попал в команду. Увлечение поглотила с головой. Сейчас школьница почти все свободное время посвящает любимому телевидению. Больше всего мне нравится быть оператором, так как это интересно. Я узнаю много нового о съемке видео, постановке камеры. Мне нравится работать с командой, также с моими одноклассницами и детьми из других классов. Мы делаем много интересного, много мы научились и думаю, это будет полезный опыт в дальнейшей жизни. Школьницы сами осваивают работу репортера, перечитывают специальную литературу и пристально следят за работой профессионалов. Надо отметить, что уже в школе они сталкиваются с теми же проблемами, что и любая взрослая новостная служба. Многие люди боятся камеры и не хотят с нами общаться. Но есть и те, которые с радостью отвечают на наши вопросы, но найти их очень сложно. Тексты к сюжетам девушки пишут совместно. Признаются, что пока так и быстрее получается и интереснее. Ведь каждая делится со зрителем своими впечатлениями. После съемок также вместе приступают к монтажу. Чтобы выпустить в эфир сюжет длиною в полторы минуты, еще некоторое время назад школьницам было нужно несколько дней. Теперь все значительно быстрее. Монтаж такого ролика у девчонок занимает до двух часов. Монтаж – это самая сложная и в то же время самая интересная часть. У нас нет звукозаписывающей кабинки и нам приходится записывать его отдельно на камеру. Мы удаляем видео, а звук остается. И получается не хуже. Идея создать школьное телевидение принадлежит директору первой гимназии Юрию Гребенникову. Три года назад Юрий Борисович увидел подобную студию в одной из питерских школ и решил, что такое новшество в гимназии приживется. Это очень важно – общение. И дети идут на это с большим интересом, с большим энтузиазмом. То есть мы развиваем всесторонний ребенок. Мы решили подарить юным коллегам новые впечатления и в преддверии Всемирного дня телевидения пригласили школьниц на экскурсию. Первым местом, куда отправились девушки, стала монтажная. Им было интересно узнать, как собираются новостные сюжеты, какая используется программа и, самое главное, в чем секрет хорошего монтажа. Синхрон состоит из нескольких частей, и они одноплановые. Желательно чем-нибудь перекрыть. На данном случае, допустим, можно перекрыть какую-нибудь там продукцию на полках лежит. После начальника отдела технического обеспечения Игорь Казюнец познакомил юных коллег с работой Трикастра. Показал возможности современного оборудования. Но самое интересное, конечно, ждало наших гостей в телестудии. Здесь записываются выпуски новостей и телепрограммы. Вика еще вчера у себя в школе была в роли оператора. Сегодня решила примерить новое амплуа – диктора новостей. Здравствуйте! В эфире выпуск новостей «К этому часу Белград», подготовленный информационным службой телеканала «Белград-24». Лера и Саша тоже не упустили возможности попробовать себя в качестве ведущих авторских программ. Они заранее придумали название телепередачи и тему первого выпуска. Мы записали их на так называемые «зеленки». По такому принципу снимаются трюки для фильмов. А что получилось, девушки увидят только в этом сюжете. На сегодняшний момент многие ученые считают, что каждый из нас появился в сердце умирающей звезды. В нашем сегодняшнем эфире мы попытаемся опровергнуть или доказать эту теорию. Как взаимодействует между собой сознание и мозг? И как его работу можно рассматривать в контексте неврологии? Обо всем этом и не только вы узнаете из сегодняшней рубрики «Следуя за разумом». Каждая из девушек уже определилась с будущей профессией. Школьницы признаются, что пока не готовы связать свою жизнь с журналистикой. Это скорее хобби. Но телевидение для них интересный и разносторонний мир, который каждый день открывает для тебя что-то новое. Олеся Веденеева, Александр Поддубный, Дмитрий Ярема. К этому часу. Белгород.